Стоп, снято! Тамбовская студия кинохроники завершила работу над съемками очередного фильма проекта «Моменты судьбы». Он посвящен святителю Луке. Как проходил последний съемочный день, увидела наш корреспондент Людмила Войтович. Съемки по традиции начнутся с разбитой тарелки. Ее осколки соберут воедино уже после создания фильма. Тамбовская студия кинохроники замахнется на уникальную личность – незаурядного врача и милосердного служителя архиепископа Луку. Главную роль исполнит актер Виктор Мютников. Ему не раз говорили, что он похож на святителя Луку. Оказалось, Виктор к тому же московский Дед Мороз из Кремля в Измайлово. Как его называют, заложник своей бороды. Он очень часто играет в Деда Морозов. Вот недавно я был в Москве на открытии резиденции в Измайлово. И он как раз там сидит, вот Дед Морозов, общается с детьми. В основу фильма легли автобиографические факты из жизни святителя. После обвинения в контрреволюционной деятельности начнутся годы ссылок. Но даже в лагерях он продолжает помогать людям. В фильме отраженный момент судьбы, когда святитель оперирует сокамерника, у которого гангрена ноги. А вы кричите. В этом заведении криком никого не удивишь. Последний пятый съемочный день проходит в доме, где жил святитель Лука. Киношники работают в окружении раритетных экспонатов. Фотор идет. Сцена 1, кадр 3, дубль 1. Моментом судьбы станет и встреча Луки с инковидешником. Он собирался уже отпустить святителя после допроса. Все-таки человеческие качества в нем сильнее были, чем качества профессиональные. Поэтому в один определенный момент он оставляет в живых того человека, которого можно было и не оставлять. Процессом съемок руководит, казалось бы, хрупкая девушка Ольга Товма. Они меня просто боятся уже. На самом деле, хрупкая может быть и снаружи. Но на самом деле, если ты видишь и понимаешь то, что ты делаешь, то все к тебе прислушиваются. Были сложности, во-первых, с погодными условиями, потому что мы и на улице снимали. Я шла босиком по холодному песку, в очень страшный холод. Но мне не жалко. Ксения Потапова играет жену инковидешника, которая ослепла после родов. Ей мог помочь Лука, но не успел. После очередного доноса он вновь уходит по этапу. Ксения делится, как сложно было играть отсутствие зрения. То есть, уже лишний раз не моргнешь, никуда не посмотришь. То есть, получается, нужно сфокусироваться где-то в одной точке. Мы пытались, конечно, надеть линзы, которые, может быть, помогли бы мне. Но это не получилось. За работой съемочной группы наблюдает и смотритель дома, в котором жил светитель. Экспонаты под ее зорким взглядом. Конечно, некие перестановки нам приходится, безусловно, делать. Потому что сценарий есть сценарий. Но есть один момент в работе съемочной группы, когда наступает, когда, говорит, дубль там такой-то, и следует слово «тишина». И тут наступает такая тишина. Стоп. Ну, ты снял свой счастливый кадр? А Тамбовская студия кинохроники «Счастливые кадры» уже сняла. Впереди монтаж, и зрителя ждет доброе кино об уникальном человеке и милосердном священнослужителе. Людмила Войтович, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей.